Итак, всем привет, добрый вечер, вижу продуктивные встречи, желаю, сейчас нужно проверить, слышно мне или нет, а, друзья, поставьте, пожалуйста, пятерочки, если меня слышно, потому что что-то я не вижу индикатора громкости, чтобы шевелился, то есть это он у меня в браузере, ну, отлично, хорошо. Да, вижу, спасибо. У нас по вторникам, ну, я вижу, что здесь большинство знакомые имена, и, я так понимаю, без лишних предисловий можно приступать к основной теме, а есть кто впервые меня видит или кто впервые на подобном мероприятии в нашем присутствии, поставьте, пожалуйста, цифру 7, если таковые есть. Понял. Так. Ну, я в двух словах все равно расскажу, потому что, да, вижу, вижу, отлично, друзья. то есть это, я понял, то есть я еще думал, что нужно будет в двух словах рассказать об этих вещах, то есть о сути, скажем так, чем мы занимаемся. И потом у меня, когда сомнения стали закрадываться, нужно или нет, и я решил, что уж если будут те, кто впервые, то тогда точно расскажу вкратце, чем мы занимаемся. Так вижу, Влад Сорин появился. Влад, а ты поставил запись или мне включить? Я просто знаю, у тебя там сегодня за пары. Так. 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 Значит, запись идет, отлично. Приступим. А мы, так. Какая-то, там, насыщенные выходные были, и я как будто все забыл уже вторник. В общем, меня зовут Александр Иванчин, и я один из, скажем так, из партнеров компании под названием GVO. И в данной вебинарной комнате мы встречаемся дважды в неделю. О чем мы говорим? То есть мы говорим об основах, скажем так, об основах успеха любого интернет-предпринимателя, того человека, который пришел зарабатывать через интернет. По четвергам мы говорим вот прямо совсем про основы, про основы, то есть, что лежит в основе успеха. Повторился. То есть, своего рода презентация у нас проходит по четвергам. Мы говорим об этих вещах и говорим о, скажем так, о том наборе услуг, наборе инструментов, которые необходимы каждому человеку для того, чтобы он начал зарабатывать, начал зарабатывать через интернет. И говорим также о том готовом решении, которое, в принципе, у нас есть в руках у всех, которое нам позволяет зарабатывать через интернет. Компания GVO, которая существует уже 18-й год в мире международной компании из Техаса, запустила, получается, уже в 2013 году весной, пакет услуг под названием Юрлеверидж. Юрлеверидж – это не просто пакет услуг, это еще и сообщество успешных интернет-предпринимателей. То есть, данный набор пакет услуг включает в себя все, что необходимо любому человеку, который начал зарабатывать через интернет. Это первый конструктор блогов, то есть человеку нужно, чтобы он присутствовал в интернете, для этого ему нужен собственный сайт. И, естественно, человек, когда он только впервые узнал о том, что нужно сайт, для него может быть крайне сложно самостоятельно этот сайт изготовить и выложить его в интернет. Поэтому есть одно из таких готовых решений, уже за вас настроенный сайт человек получает, и его задача только выполнять пошаговое видео, наполнять его содержанием. В последствии человек может, изучая наши продвинутые тренинги, создать свой сайт, но когда первые несколько месяцев он получил какой-то результат. Второе – любому интернет-предпринимателю необходим набор услуг, сервис под названием автореспондер. Вот он, видите, буквально мы его не можем переводить на русский язык, вот он автореспондер называется, то есть это сервис для автоматического сбора контактных данных у посетителей вашего сайта, то есть многие на строке страницы заходили, где есть форма, куда можно ввести имя, адрес электронной почты, нажать на кнопку «Получить», что-то обещается взамен классное и ценное, взамен на контактные данные. Этот же автореспондер включает в себя и сервис автоматической рассылки писем людям, которые оставили вам свои контактные данные. Также конструктор форм подписки – это все автореспондеры. Также человеку, смотрите, успешному интернет-предпринимателю ему нужно, чтобы не просто на каком-то сайте, или на блоге его размещалась форма подписки, ему нужно, чтобы она размещалась на специальной странице, на которой, как правило, мало чего написано, мало информации, есть только изображение, какая-то картинка, несколько слов, что да, у нас есть что-то интересное, классное, бесплатное, ты можешь это получить, для этого тебе нужно ввести имя, адрес электронной почты, нажать на кнопку «Получить». Конструктор таких страниц, он тоже входит в набор инструментов Pure Leverage, также оборудование для проведения конференций в него включено, вот эта комната, через которую мы сейчас общаемся с вами, она также включена в набор в Google Pure Leverage, и сервис, сервис для отправки видеописем, и сервис для размещения видео на блоге, потому что, он называется видео хостинг, и все это человек получает за символическую плату за 24 доллара 95 центов в месяц. Если мы смотрим эти услуги и сервисы в других компаниях, то они будут стоить намного дороже. Я в свое время, я как раз осенью 2013 года пришел в компанию джио, потому что у меня, ну, скажем так, бизнес тогда уже разросся, интернет, и я искал способы, как, ну, скажем так, как урезать расходы, потому что, ну, достигали мои расходы в месяц до 2000 долларов. Естественно, это, ну, скажем так, сумма, которую, в принципе, можно и урезать, и я искал, как это сделать. И, собственно, моя бизнесная инструмент, она привела к тому, что я открыл для себя еще один источник дохода. Как я его открыл, то есть, если этот набор услуг, который, в принципе, должен быть у человека, который зарабатывает через интернет, и в силу того, что немногие люди еще пользуются этими сервисами, то есть классная возможность зарабатывать и на перепродаже данного набора инструментов. И за 19 долларов 97 центов в месяц любой человек может, собственно, активировать возможность стать реселлером набора инструментов Euroleverage и зарабатывать 100% комиссионных. Когда люди будут приобретать по вашей ссылке этот набор инструментов, вы зарабатываете 100% комиссионных. И, в принципе, мы об этих вещах вот и говорим по четвергам. Более подробно, там, суть, вот эта автоматическая серия писем и так далее, и так далее, и так далее. По вторникам мы говорим о том, ну, скажем так, когда мы уже там получили там первые тысячи, там, несколько тысяч долларов заработали, там, ну, кого-то по-разному людей. И, там, в 10 тысяч кто-то уперся, да, в верхние там планки, кто-то в 20, и понимают, что доход, он поступает на автопилоте, и можно открыть для себя еще какой-либо источник дохода и также поставить его на автопилот. И вот как это сделать более грамотно, более эффективно, мы говорим по вторникам. И вот уже второй год мы каждый вторник встречаемся и говорим о всяких там продвинутых вещах. И суть очень простая. Отправляй письма, зарабатывай деньги. Ну, на самом деле, простая, и это направление называется email-маркетинг, и может быть очень прибыльным, если делать это правильно. Опять же, когда было, ну, скажем так, когда вот это было все в зародыши, ну, бум, бум, он прошел, сейчас много уже кто этим занимается. Тогда было очень легко. Ну, может быть, там года 3-4 назад, я тогда еще не занимался интернет-маркетингом, не понимал ничего в этом и не знал, что за сервисы массовой отправки писем. Тогда можно было придумать там любую, любую, что там захочешь, там курс о заработке через интернет и продавать его, и люди его покупали, как горячие пирожки. Вот, постепенно, вот как раз 2 года назад уже начало проходить перенасыщение рынка, и многие люди сейчас уходят. То есть, они, получается, им очень впечатляют вот те истории успеха, которые были там 5-6 лет назад, они надеются на такие же быстрые результаты, которые сейчас, ну, чтобы сейчас их получить. Но сейчас стало сложнее. Стало интереснее, но стало вот и сложнее. Но опять же, а я сегодня кое о чем расскажу, что позволит так же получить результаты, в принципе, удвоить, возможно, увеличить несколько раз те доходы, которые у вас сейчас есть. Вот, а суть какова? Вот многие люди получают письма о каком-то новом там суперпродукте, там новом суперкурсе заработка денег или там суперинвестиционном проекте, или там, допустим, в новом курсе обучения. И пытаются вот этот курс читать, изучать, купили же его за бешеные деньги и делать то, о чем говорится в этом курсе. Просто нужно понимать, ну, есть неплохие предложения на самом деле, но суть... Там простая. То есть, этот... Почему здесь заостряю внимание? Потому что я, чтобы понять, что творится в российском интернете, я иногда покупаю, построен процесс продажи, как воронка построена и так далее. Вот, а у вас нужно вам обновить это, куки почистить. Еще у кого-то прерывается? Вот я вижу, Алевтина говорит, прерывается, Сауль говорит. Еще напишите цифру один, у кого еще прерывается. Я подожду. Ну, значит, тогда это просто вам историю. Получается, у меня тогда... Что ж, понял. Так, надеюсь, сейчас будет лучше слышно. Я перезашел, почистил. Вот, друзья, хорошо, продолжаем. То есть, мы с вами уже поняли, что... Ну, в принципе, я постепенно дал понять, что... Вот, на самом деле, чтобы зарабатывать, не обязательно зарабатывать как гуру, но чтобы получать те результаты, скажем так, которые получают другие люди, которые зарабатывают по-настоящему нормальные деньги. То есть, нужно делать не то, что они говорят делать, а то, что они делают. И к чему суть сводится? К тому, что мы получаем от них предложение или письмо по e-mail. То есть, мы на свой адрес электронной почты его получаем, и, естественно, открыли письмо, прочли, нажали на ссылку и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Все остальное, оно уже менее значимо. И это проблема, которая сейчас... Ну, она вот наиболее остро повисла, потому что всевозможные там... Я думаю, NLP там и так далее, все эти техники вам рекламируют. Вы только у нас купите, и сразу станете, там, разбогатеете, и так далее, и так далее. Вот. Но суть-то к чему сводилась? Что сначала этот человек у вас взял... ...ваш адрес электронной почты, после этого он уже вам прислал свой первый, второй продукт и так далее. Вы у него купили. То есть он заработал, а вы... Просто... Нужно понимать, что в основе лежит. В основе все-таки отправляй письма, зарабатывай деньги. Что бы там другое ни говорили, какой там автоматический набор лайков или там Google плюсов и так далее. Но, то есть это... Это не главное, это не основное. То есть нужно это понимать. И когда начинаешь это осознавать, то уже жить становится легче и проще. Потому что ты понимаешь, что не было бы успеха, результата, если бы не было бы большого списка подписчиков, большого подписного листа. И у людей начинают... Вот почему у них это нормально, да? И это еще 30 лет назад было в Соединенных Штатах. И состояние информационного перегруза. Им постоянно придумывают что-то новое, да? Какой-то там новый мега-курс, там новый мега-вирусный, там продвижение и так далее, и так далее, и так далее. Но не говорят главного, не говорят того, что нужно строить список подписчиков. Вот. Фундамент. Но им не выгодно, чтобы вы об этом знали. Друзья, поставьте пятерочки, пожалуйста, кто со мной согласен. А то вдруг, получается, я сам придумал и пытаюсь себя убедить. Отлично. Хорошо, спасибо. Вот. На самом деле, да, нужно это делать. И тогда, тогда уже дело начнет сдвигаться. Вот. Просто... Это... Об этом все говорят. Ну, то есть, малое количество людей, но вот все самые влиятельные, скажем так, гуру интернет-бизнеса говорят именно об этом. Вот. Ну, хорошо, движемся. Дальше тогда начнем говорить о тех самых секретах, советах. То есть, первое, что нужно делать, когда отправляете письма, нужно выстраивать доверие у ваших подписчиков и повышать так называемый уровень внимания. Я сейчас объясню, что я имею в виду под этим тезисом. Смотрите. То есть, если думаешь, что просто я отправил ссылку, там, он на нее нажал, там, я что-то заработал, это вот оно... Это ненадолго. Это на самом деле ненадолго, и мы сейчас наблюдаем, что вот люди, которые занимались как раз вот этим, там, отправкой, там, различных, там, ссылок, там, на различные предложения продукта, они сейчас вот ушли уже с рынка. То есть, нужно, в первую очередь, выстроить доверительные взаимоотношения с подписчиками. То есть, это можно делать, когда вы, допустим, отправляете им письма с тем же самым контентом. То есть, это может быть, как бы не банально это звучало, но просто полезная информация, там, ваше наблюдение, то есть, как вы, допустим, повысили уровень открываемости письма. Ну, или, допустим, это в той нише, в которой вы занимаетесь, потому что это не обязательно, там, ниша заработка из дома, интернет-маркетинга. Это может быть абсолютно любые вещи. Вот, но нужно понимать, что, вот, если в баллах это представить, что вы, допустим, отправили одно письмо, там, с интересным, классным контентом, с классной информацией, это плюс 3 балла, допустим, да, потом следующее отправили, тоже с контентом, с классной информацией, полезной, с пользой, может быть, там, про себя какое-то, ну, про ваш случай, там, из жизни и так далее. Вам еще плюс 7 баллов. То есть, еще одно письмо с контентом, еще, и уже плюс 10, то есть, это, ну, скажем так, это, это, то, что может расти экспоненциально. Вот у вас, Лео, Лео, конкретно, вы, это, я вам сегодня не скажу, как с нуля собрать подписной лист, мы сегодня о других вещах говорим. Вот, можете послушать, чтобы потом иметь в виду, а можете выйти, прийти в четверг. В четверг мы конкретно говорим, как раз, вот как вы любите. А с повторником мы говорим о том, как увеличить уже, скажем так, отдачу, то есть, как, как масштабировать свой результат. Но для этого уже должен быть определенный подписной лист, какой-то величины тысячи, может быть, там, несколько сотен или две тысячи, хотя бы. Вот, и когда вы отправляете им письма, то, да, вот я говорю, что этот, этот уровень доверия, в баллах, он может расти экспоненциально. То есть, первое, второе, я говорю, плюс 3, плюс 7, плюс 10 баллов. И потом вам на следующий день отправляете письмо, допустим, с предложением что-либо купить, ну, с коммерческим. Это сразу минус 5 баллов, допустим. И что будет дальше происходить? Если на следующий день еще письмо с коммерческим предложением, это еще минус 7 баллов, ну, и так далее. То есть, выходит, что, чтобы подогревался, то есть, чтобы уровень доверия сохранялся, я, наверное, так еще никогда такую аналогию не приводил, нужно изначально чередовать письма, которые вы отправляете своим подписчикам. То есть, и письма с контентом, с какими-то бесплатными обзорами, наблюдениями, и чередовать их с маркетинговыми письмами. То есть, и когда вы будете понимать, что если я отправляю только маркетинговые письма, только с предложением что-либо купить, ну, я просто выжигаю свой подписной лист, потому что они думают, ну, он сейчас очередное коммерческое предложение мне прислал. Это минус 5, минус 10 баллов, и тогда потом уже будет и 0, и минус 100, и так далее. То есть, вот, с первым советом, то есть, это очень-очень важно уяснить. Друзья, поставьте, пожалуйста, пятерочки, кто со мной согласен, и мы тогда будем переходить к следующему, к второму пункту. Ну, отлично, хорошо, то есть, есть обратная реакция, и это супер. Вот, и вот эти вещи, да, здесь нужно быть, опять же, релевантными. То есть, что это значит? Это значит, что многие забываются об этом, когда, особенно, когда, ну, на определенных стадиях, и у вас может так выйти, что подписной лист уже состоит из нескольких категорий подписчиков. Если вы, допустим, может быть, там у вас есть отдельный сегмент, вот там, группа подписчиков, которые интересовались личностным ростом, или что там вы продвигали, кто-то, допустим, интересовался, там, термобельем, допустим, а кто-то там заработком из дома, то есть, и вот это, казалось бы, очевидные такие вещи, но оно может выжигать. То есть, не нужно думать, что человек, который у вас в сегменте подписного листа, где он хотел от вас получить, там, какие-то советы, там, как ухаживать за детьми, не нужно думать, что он за себя додумает и поймет, почему ему может быть полезным, там, ваша система заработка денег через интернет. То есть, релевантным быть это очень-очень важно. И это, на самом деле, второй по важности совет, который я мог бы дать. То есть, кроме того, что мы повышаем уровень доверия и внимания к вам, то есть, нужно быть, то есть, нужно по теме, скажем так, присылать людям информацию, то есть, и, скажем так, информацию, как ту бесплатную, тот контент, который присылаете, и, естественно, коммерческие предложения. Вот, движемся дальше. Что значит продавать только самые потрясные продукты? Это вот, прямо, от которых, ну, можно сказать, от которых башню рвет. Что это значит? Это, вот, просто суперский, что я бы и сам, я бы сам с удовольствием куплю, и сам купил с удовольствием, и если бы, допустим, ну, этот человек, там, не из, то есть, я не с продуктами, там, допустим, той ниши, которую продвигаю, но если бы я, допустим, был потенциальным покупателем, я бы его 100% купил. Многие, многие, опять же, на это не обращают внимания, и они думают, что лишь бы, лишь бы продавалось, и нормально. И выходит, то есть, это кончается, чем опять, что, ну, один раз у вас, вы продали что-то некачественное, да, там, предложили своим подписчикам, второй раз предложили некачественно, они обожглись один раз, второй раз, и все, уровень доверия снизился, и подписной лист потерялся. вот многие, 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 они думают, ну, ладно, я на шару, то есть, вон там, что-то классное там появилось, я на шару, быстренько разошлю письмо, и там купят что-то, я там заработаю, вот, у многих, скорее всего, такое было, вот, нужно, если такие импульсы возникают, то, как-то их от себя, пытаться гнать, по крайней мере, до того момента, как вы, сами не убедились в том, что этот продукт классный, который вы хотите продать своему подписному листу, вот, потому что у меня даже бывает, со мной выходят создатели разных курсов, там, на связь, даже мы по скайпу общались, там, вот, с одной девушкой из Новосибирска, там, буквально пару недель назад, она хотела запартнериться, и, ну, в общем, дело так, чтобы я ее курс, о продвижении, там, пропиарил по своему подписному листу, я его сначала, как бы, у нее купил, посмотрел, и сказал, что, нет, я не готов, не готов это делать, то есть, нужно, на самом, вот, вот, про эти вещи помните, что, мы предлагаем своим подписчикам, ну, только то, чем бы сами воспользовались, и, многие, знаете, по каким параметрам, оценивают, кстати, это вот проблема тоже, чтобы было качественные, как, качественные продающие материалы, качественная графика, цепляющее видео, там, и так далее, и так далее, и так далее, там, грамотные апселлы, и, ну, это, это тоже, это ненадолго, то есть, нужно к подписному листу относиться, как к активу, потому, что, наверняка, многих возникало, соблазн, продать, что-то вот такое, совсем, ерундовое, вот, и помните, про разнообразие, сейчас, это тоже, может, у вас, какие-то пазлы сложатся, у вас, вот, кто-то, допустим, он продает только, продукты, GVO, это нормально, но, если вы будете постоянно присылать, вот, вашим подписчикам, только информацию, про GVO, GVO, Pure Leverage, Pure Leverage, там, и так далее, и так далее, но, они устанут, и думают, а, он уже, там, мне, пятый месяц подряд, шлет, одно и то же, он перестанет открывать ваши письма, то есть, это тоже, приведет к тому, что выгорит, подписной лист, вот, именно для этого, создаются, вот, маркетинговые новинки, там, новую систему мы запустили, то есть, чтобы по-новому, чтобы интересно людям было, вот, или, допустим, сама компания GVO, там, запускает новые продукты, там, и так далее, там, сервис Godback, да, Hosen Profit был, Pure Leverage, там, добавили, то есть, чтобы было интересно, чтобы, ну, скажем так, либо совсем что-то новое, либо, как бы, уже имеющиеся сервисы, но по-новому завернуты, и в них там внутри дополнительно какое-то интересное предложение, то есть, и тогда, тогда вот, когда разнообразие есть, ну, примерно раз в три месяца нужно добавлять что-то, допустим, когда вы отправляете письма своим подписчикам, чтобы тогда будет сохраняться интерес, и, естественно, если это качественные предложения, тогда будут и уровень открываемости ваших писем, достаточно высоким уровнем переходов по ссылкам, и так далее, и так далее, и так далее, вот, потому что на эти вещи тоже люди бывают, забывают, или пытаются не обращать внимания по разным, разным причинам, я сейчас посмотрю, у меня, в общем, были, партнеры обратились, они работали вместе, потом ушли, потом вот вернулись на прошлой неделе, и, в общем, сказали, да, у них выиграл подписной лист, и, ну, в общем, мы их уже письмами перестали открывать. Вот Алифтина задает вопрос, а как же серия писем, которые мы запускаем через автореспондер, они ведь одно и то же рекламируют, но подписчик-то новый, то есть он уже у вас появился в подписном листе, он там, ну, первую неделю он получает от вас письма, но он же новый у вас подписчик, значит, все нормально, то есть мы же имеем в виду сейчас тот подписной лист, который он у вас уже, который ваш. Всегда же есть люди, которые уже знают, которые еще не знают о том, что вы продвигаете, поэтому здесь все нормально. Это я к тому говорю, что нужно какие-то новые предложения всегда людям давать. и они могут быть также связаны, их использование может быть связано с тем, с вашим основным бизнесом, который вы продвигаете, оно просто, но и это хорошо, когда они связаны, просто оно тогда будет все равно стимулировать, в интерес, увеличивать продажи, и так далее, и так далее. То есть, еще раз, третий пункт, тоже очень важный, то есть продавать только самые классные, самые клевые такие продукты, за которыми вы бы сами вперед побежали, чтобы их купить, и помнить про разнообразие, то есть хотя бы раз в три месяца, в два месяца вот что-то подыскивать, что-то новенькое им присылать, ну, чтобы они продолжали открывать письма. Вот, движемся дальше, вот смотрите, мы работаем с людьми, а не с цифрами, то есть, таким образом выглядит этот совет. Вот многие люди, у них бывают нестабильные результаты, они смотрят, ага, я отправил 12 тысяч писем, там, допустим, открыли 32%, клики там 16-20, процента, то есть, и все, больше он ни на что не смотрит, это вот, знаете, как бухгалтер сидит, цифрами работает, это тоже, это ненадолго, то есть, мы должны понимать, что, да, появилась возможность сейчас все автоматизировать, и, на самом деле, работу там, буквально, ну, все вот эти рутинные вопросы, рутинную работу совершать на полном автомате, вот, ну, нужно понимать, что это, вот, пик прошел, и что сейчас постепенно люди задумываются уже о том, что, ну, там, на другом конце монитора, с мышкой, там сидит тоже человек, и, и сейчас бизнес, вот он, да, автоматизация, это классно, но все равно к нему возвращается человеческое лицо, что я имею в виду, то есть, мы должны обращаться к человеку, ну, по имени, и так далее, вот их, в письмах, которые отправляем, ну, это, это факт, это важно, вот, и вы работаете с людьми, но, получается, вы же не можете у каждого персонально, там, спросить, как у него дела, потому что вы можете, там, о, привет, поставить имя, как ваши дела, но персонально, с каждым, скажем так, завязать разговор не можете, но, вы можете рассказать о себе, вот, поэтому, когда мы отправляем письма, то есть, об этом тоже важно, то есть, помнить, что, рассказывать о себе, то есть, как о человеке, это очень важно, когда отправляете письма своим подписчикам, если обратить внимание, то, я, когда отправляю письма, я рассказываю, там, что произошло, там, и так далее, и как это, ну, в общем, просто читайте, смотрите, то есть, вы увидите, да, что есть, скажем так, затрагиваются и события, которые там в личной жизни произошли, ну, там, недогранично, в общем, ограничено все, но, тем не менее, тем не менее, то есть, есть еще и рассказ от человека, то есть, это вам не просто там, вот наша самая выгодная система, или самый, самый крутой сайт, который там позволит, вылезти, кто по гуглу, и так далее, то есть, должно быть общение еще, как с человеком, да, что у вас какие-то истории в жизни, и так далее, вот, но мы, кстати, более подробно можем тогда, в следующий вторник поговорить, об этих уже, скажем так, о составляющих, как именно можно составлять эти вот истории, из жизни, скажем так, которые вы подписчикам отправляете, в общем, это был четвертый пункт, я надеюсь, здесь стало яснее, вот, и пятый, пятый совет, на самом деле, тут много кто забывает, одно письмо, одно действие, вот, это тоже, многие путаются, я сейчас поясню, если письмо с информацией, ну, то есть, там, сейчас, как сформулировать, в общем, бывает, несколько разных ссылок, в одно письмо люди вставляют, когда отправляют, там, своим подписчикам, и они ведут на разные, на разные сайты, то есть, одну ссылку вставили, ведет на блог, другую ссылку вставили, ведет, там, на какой-нибудь партнерский продукт, третью ссылку, еще куда-нибудь, еще в третье место ведет, это делать не нужно, лучше, они могут быть, там, призывы к действию разные, но, все равно, то есть, нужно понимать, что, даже если письмо с контентом, то цель его, чтобы человек перешел по ссылке, если мы будем говорить, а, вот здесь, посмотрите, запись на блоге, о, вот здесь, кстати, посмотрите, это мой классный партнерский продукт, ну, и так далее, то, это человек собьет смысли, и, скорее всего, у него внимание рассеется, он же не будет, он же не поймет, что ему нужно по всем ссылкам, которые вы ему прислали, в этом письме перейти, вот, поэтому это делать категорически, я не советую, то есть, чтобы, несколько разных ссылок, там, ведущих на разные сайты, на разные ресурсы, размещать в одном письме, а, если, кто-то смотрел, у нас, серию, видеоуроков, 15 видеоуроков, у нас, в народной системе, она запускается, то там, увидели, так, скорее всего, тактику, письмо с контентом, и с применением техники постскриптум, извините, в общем, скажите, как быть здесь, объясняю, то есть, сама техника, она, к чему сводится, к тому, что мы присылаем, когда письмо человеку, классно, с ценной информацией, и можем в конце письма, в конце письма, поставить ссылку, да, кстати, вот, есть специальная акция, специальное предложение, там, вы можете успеть, там, воспользоваться скидкой, там, 40%, там, на вот этот интересный продукт, то есть, получается, в теле письма, была информация, все там, ваши наблюдения, о работе, и так далее, а в конце письма, по скриптам, кстати, ознакомьтесь с этим партнерским продуктом, вот, теперь, тенденция уже сводится к тому, что, ну, вот, статистика такая, что большие, очень длинные письма, люди не дочитывают, не дочитывают, и эффективнее стало, каким образом, отправить, то есть, написали статью у себя на блоге, в самом письме, там, заголовок, там, несколько, некоторые, там, интригующая информация, да, что, я узнал про, там, эти, 8 составляющих, там, результативного маркетинга, и так далее, можете подробнее прочитать, на моем блоке, и кто-то спросит сейчас, а как же быть тогда с этой тактикой, постскриптум, если, ну, выходит, что, я же не могу тогда этот постскриптум, партнерский, оффер, свой партнерский продукт, ставить ссылку в письмо, потому что, одна же только должна быть ссылка, в письме, ну, и совершенно верно, вот, но, что можно тогда сделать, смотрите, если человек, он вовлекся же в процесс, он перешел по вашей ссылке, он на блоге дочитывает уже статью, и можно тогда уже в конце статьи, использовать эту же самую тактику, постскриптум, постскриптум, кстати, ознакомьтесь со спецприложением, или ознакомьтесь с этим продуктом, на который, там, только запустился, действует там скидка 90% из 70, и тогда все раскладывается уже по своим местам, друзья. Просто я понимаю, что если кто-то смотрел видеоуроки в нашей народной системе, то они для себя мало что нового открыли на этом вебинаре, но я больше чем уверен, что есть такие люди, которые либо о ней не знали, либо не досмотрели все видео, и тогда для них, возможно, то есть, была здесь информация, которая, скажем так, позволила пересмотреть там свои взгляды, подходы, может быть, что-то там, вы уже начнете применять там завтра или после, завтра, может, даже сегодня, для того, чтобы писать письма своим подписчикам много по-другому. Вот, на самом деле, у меня сейчас все, и я могу ответить на вопросы, у меня еще минут 20 есть, и буду ждать вопросы. Вот, поставьте тогда семерочки, кому данная информация была полезна сегодня, пока другие люди пишут вопросы. Так, спасибо. Спасибо. То есть, это такие вещи, да, вижу, классно, то есть, такие вещи, которые, как бы, они на поверхности, и не лишний раз повторить их все равно бывает не лишним. Вот, объясню, почему, потому что я и сам, бывает сам, там, перечитываешь свои же записи и думаешь, елки-палки, а я уже по-другому начал делать. То есть, это освежает, освежает, когда ты, всегда возникает соблазн чересчур усложнить те действия, которые выполняешь, свои, особенно, когда не уделяешь время, скажем так, анализу своей работы. Пытаешься что-то накручивать, усложнять, усложнять, и, ну, если не задумаешься, да, задайте вопрос по руку. Если не задумываешься вовремя, тогда, получается, тебе результаты, которые падают очень быстро, они, естественно, вынуждают тебя задуматься. Чем отличается ваш видеосайт от ютуба? Ну, как минимум, Сергей, там много отличий, но как минимум, он отличается тем, что человек заходит, когда на него там форма подписки всплывает, и еще много чего, там можно же просмотры добавить. То есть, я рассказывал о нем очень подробно, сейчас просто туда возвращаться и все это пересказывать, мне это, ну, о других же вещах можно поговорить, вы тем более были, по-моему, на презентациях на всех этих, то есть, когда мы о нем говорили. То есть, он именно позволяет генерировать трафик, генерировать трафик, который к вам приходит и становится вашими подписчиками. Ну, и видео трафик это качественный трафик. Я надеюсь, внушил, что самое на самом деле, что нужно уяснить, что не нужно вот эти все ниндзи-техники придуман, надуманно пытаться внедрить все, потому что ну, на самом деле, процесс, он намного проще, чем вам могут рисовать там какие-то обитатели интернета, которые позиционируют себя как какие-то гуру. Я себя не считаю не позиционирую таким образом, вот, и кто-то говорит там вы можете, то, что вам говорят, оно уже не работает, там, в 2007-2008 году было работает, сейчас работало, сейчас нет. но я просто видел у человека, как бы он боролся с возражениями на своем продающем сайте, вот такие доводы приводил, вот, но мы сейчас говорим, что работают фундаментальные вещи, то есть, когда у вас есть страница подписки, вы взяли у человека адрес электронной почты с его именем взамен на ту ценность, которую ему дали бесплатно, после этого можете ему уже начать что-то продавать, вот, и внутри наших систем, которые мы раздаем, то есть, которые мы продвигаем, то есть, это уже есть, то есть, вы в одном случае даете человеку бесплатный видеотренинг, бесплатную систему, да, взамен его на его адрес, электронная почта, имя, то есть, и где-то там бесплатный сайт даете, и так далее, в общем, мы даем вам весь набор данных страниц, и уже даже с настроенными письмами, и так далее, то есть, вы просто начинаете действовать, потом уже можете самостоятельно присылать письма своим подписчикам, уже может быть самостоятельно что-то создать бесплатно, там, ну и так далее, но вот набор для стата, он самый хороший, так, если ваши партнерские ссылки сократить через сервис, будет полноценно работать, да, конечно, будут полноценно работать, и я даже, ну, советую сокращать через сервис, если, если знаете, как это делать, я, в принципе, показывал, то есть, это, это, это желательно делать, даже так, вот, но я еще здесь поотвечаю на вопросы, а пока могу проанонсировать, то есть, то, что будет в следующий вторник, в следующий вторник мы также поговорим о такой концепции под названием привлекательный персонаж, то есть, как ее увязать вот с этими письмами и так далее, то есть, естественно, у меня там был очень длинный и подробный тренинг, но выжимки я сделаю, то есть, в следующий вторник, потому что это нужно, то есть, сейчас я понимаю уже, что, ну, то есть, это необходимо людям стало, и когда даешь это в виде готовой схемы, то есть, людям становится проще, вот, поэтому в следующий вторник также у нас будет очень интересный вебинар, ну и приглашение придет еще за несколько дней. Так, год бэкап, год бэкап, но сегодня не буду, я о нем расскажу в четверг, потому что в четверг я тоже вызвался провести презентацию, расскажу в четверг, но в четверг это будет как тренинг, как раз мы говорили об основах успеха интернет-предпринимателя и расскажем также как туда затесался сервис годбэкап. так, при выполнении урока не срабатывает кнопка визуально. Так, ну, я понял вопрос ваш, я специфически вам могу ответить, но просто по-другому никак. Вам необходимо почистить куки, потому что это блок на вордпрессе, а работа всего вордпресса она вот и построена на этих куках. И смотрите, когда в браузере очень много мусора, то есть это не только у вас замедляется работа ваша в интернете при просмотре других сайтов, но также и некоторые функции внутри админ панели вордпресс сайта они также перестают работать, потому что когда куки забиты, оно просто само блокируется. Поэтому очистите историю, почистите куки и все будет работать и будет срабатывать кнопка визуально. Надеюсь, я дал вам полный ответ. Вот. Когда я еще здесь? Еще здесь 10 минут. В общем, Ну и могу отметить, что я видел, люди подавали уже рекламу, то есть то, о чем мы говорили в прошлый вторник и позапрошлый про рекламу в фейсбуке, многие подают, многие уже оценили, получили результаты. я смотрю и по традиции, не расходится, вопросы. Вопросы. В принципе, тогда можем уникальные переходы в статистике. Хорошо, отвечу, если у нас время есть. Это люди, которые разные люди, которые перешли на ваш сайт. С разных компьютеров, с разных браузеров, возможно, с разными именами и фамилиями. Если один и тот же человек дважды зашел на ваш сайт, вы статистику видели, он не будет считаться уникальным. что делать, Facebook полноценно загружал рекламу своим сайтом. Если он выдает ошибку, он же как-то объясняет, там же есть уведомление об ошибке. Нужно просто исправить причину и будет нормально загружать. Потому что я не сталкивался с тем, чтобы возникали проблемы при подаче рекламы. так, ну, что ж, ладно, тогда эфир, ну, вам в любом случае же то есть там что-то какая-то ошибка же вам там написано, то есть нужно ее и решать. Ну, у всех же работает. так, Елена, ну, отлично. Да, я же у вас есть там в одном из подписных листов. Я вижу, да, вы нормально, правильно делаете. У меня я иногда даже читаю, уже захожу. Все. Что ж, хорошо, друзья, тогда до встречи в четверг, потому что я думаю, многие, кто сегодня присутствует, в четверг также присоединятся, то есть она будет как презентация получается и как тренинг. То есть оно будет даже, наверное, полезно и для даже для опытных. в четверг, что это не